Это глиняная гора неестественного происхождения. Рельеф рукотворный. На это место свозили грунт. Если присмотреться внимательно, под снегом можно обнаружить целые куски асфальта. Грунт сюда свозили камазами и, судя по масштабам свалки, выгрузили не одну машину. Ущерб для природы от таких свалок оценивается в сумму от 30 до 150 тысяч рублей за каждый грузовик. Незаконную свалку устроили прямо под Южным мостом. Остаться незамеченными подобные залежи в городской черте не могли. Сотрудники Департамента городского хозяйства и экологии нарушителей нашли. Факт сброса отходов зафиксировали. В этом конкретном случае с фирмой, которая вырастила гору из земли и асфальта, удалось договориться. Разгребать завал они будут собственными силами и, как положено, все же вывезут грунт на специализированный полигон. Нелегальным свалкам объявлен бой. Рейды по поиску нарушителей проходят ежедневно. Вооружившись видеокамерами и фотоаппаратами, сотрудники Департамента городского хозяйства и экологии сидят в засаде рядом с излюбленными местами для сброса отходов. А порой и выслеживают подозрительные машины. Фиксируем, что камазы едут с какими-либо отходами. Если едут не в сторону полигона, то однозначно едут в те места, где уже по практике сложилось, что скидывают не санкционировано. Был грунт со строительных площадок, вывозился. То есть он должен был вывозиться на плановый полигон, но вывозился в те места, где мы их зафиксировали. Кроме штрафов, а для организации они могут составить до 250 тысяч рублей, фирмам может грозить и приостановка деятельности. Также придется возместить ущерб, нанесенный окружающей среде. Если недобровольно, то деньги взыщут через суд, как будет с 12 нарушителями, которые сваливали мусор в неположенных местах в четырех районах Самары в конце прошлого и начале этого года. Отходы пытались спрятать и под мостом на улице Главной, сваливали землю на Ташкентской, Прожекторной и даже Новосадовой. Прокуратура города уже направила иски в суды. Общий вред, причиненный окружающей среде, составил около 1 миллиона рублей. Поскольку до настоящего времени в добровольном порядке указанными лицами вред, причиненный окружающей среде, возмещен небом, прокуратурой были инициированы исковые заявления в суды общей юрисдикции с требованиями о возмещении вреда. В какую сумму оценить вред от незаконной свалки для почвы рассчитывают по специальной формуле. В рейдах участвуют и представители правоохранительных органов. Также на помощь природе приходят современные технологии. В городе устанавливают фотоловушки, которые запечатлевают неблаговидные поступки водителей грузовиков. Безнаказанным столь халатное отношение к экологии не остается. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События.